Столько здесь осталось недоделанного. Уже февраль, погода подворяет. Почему эти вот, то, что осталось, должны были сделать, не делают? Улица Грозненская. Четыре люка водопроводных. Закатали асфальт. Эрмаги давали. Тринадцать люков водопроводных, четыре люка канализационных. Когда делали, не делали как надо, а вот теперь переделали. Ну хорошо, почему не начинают тогда их переделать? Водопроводных надо делать качественно. Сколько раз мы вас спросили, вот эти вот съезды, ну буквально вот такая щена, случайно, от другой дороги бьются колеса машин. Так, насчет люков. Магидова, тринадцать, четыре канализационных. Казбекова, один люк водопроводный. А это что? Вот это Казбекова вы делали. Это будет надежная погода. Почему вы сейчас делали так? Опять будет некачественно сделано, если успеха нету. Надо подождать погодой. А это что, не погода? Ничего подобного. Март. Вот февраль, проследите за неделю, за десять дней, за месяц погоду и делайте. Вот хорошая погода, один люк сделайте сегодня. Завтра плохая, оставьте. Благоустройство Кардашова, один люк водопроводный, тринадцать люковый канализационных. А это что? Это вы занимались Кардашовой улицей? Да, Кардашовой улицей я поднял, не открыть люку, сорок шесть штук. Ну, может, осталось двенадцать. Другие органы запросили информацию, куда эти люки делятся. Ну, я открывал его. А почему вот в таком виде открыл? Лучше не открывать, чем в таком виде это все оставлять. Вырыли, оставили еще месяц, три месяца, и что будет это? Там застряли. Вот там же три месяца будет, так как в октябре месяца. У вас куча этого мусора, асфальта, кирпичей, вот этих бордюров, до сих пор валяются на этих улицах, до сих пор. Но дома-то никто не будет. Обозначайте сроки, когда по каждой улице каждый подрядчик и начинает работу.